Дорогие хозяюшки, дорогие друзья, здравствуйте! Я снова приглашаю вас на свою кухню. Сегодня я хочу вам показать универсальный рецепт для супа пюре из овощей. Сейчас я хочу сделать его из кабачка. Кабачок это основной овощ, который будет преобладать в этом супе. Вы можете сделать то же самое и с тыквой, и с капустой, и с цветной, с брюссельской, с обычной капустой, с брокколи. В общем, можно выбрать любой овощ, который будет преобладать в этом супе. И для того, чтобы наш суп-пюре был хорошей консистенции, обязательно для связки мы добавляем картофель. А все остальное вы добавляете по своему желанию. Вы можете добавить, например, куриную грудку, как взяла я, на 250 грамм. Вот здесь половинка куриной грудки. Можете добавить говядину или свинину, можете вообще ничего не добавлять. Я взяла еще одну луковицу, одну морковочку и один помидор, с которого я сняла кожу, как всегда. То есть этот суп можно сделать из тех овощей, которые у вас есть, и с которыми вы хотите его приготовить. Еще нам понадобятся сливки. У меня 20-процентные, 200 граммов, но можно взять и 10-процентные. Перец я буду добавлять, свою соль с чесноком и зеленью. И чесночок сушеный. Опять же, вы можете взять для этого супа все, что вы любите. Любую зелень, любые приправы. Сейчас мы все, что здесь есть, измельчаем примерно так же, как кабачок. Не очень мелко, потому что смысла нет. Все равно мы будем взбивать блендером. И добавляем сразу все в чашу мультиварки. Все овощи и куриную грудку я порезала не очень мелко. И добавила сразу все в чашу мультиварки. Расчет моего супа это примерно 3 литра. Теперь я добавляю мою любимую вкусную соль с чесноком и зеленью по вкусу. Она очень соленая, поэтому много я солить не буду. Добавляю сухой чесночок для вкуса и черный перчик. И теперь все овощи я заливаю кипятком из чайника. Мы заливаем так, чтобы чуть-чуть прикрывала вода овощи. Много воды не лейте, потому что получится жидкий суп, если вы нальете много воды. Вот так. То есть чуть-чуть, видите, вода прикрывает нашу картошку. Вот, смотрите, видите, вот так. Теперь я все перемешаю. Сейчас я поставлю на 1 час на режим суп. И буду варить, больше ничего не делая. То есть он у меня будет вариться, суп-пюре, а я буду заниматься своими делами. И когда пройдет час, я открою мультиварку, измельчу наш суп и добавлю туда сливки. И наш суп будет готов. Естественно, я еще раз попробую на соль. Если нужно, будет, досолю. Ну все, дорогие друзья. Ставим наш универсальный суп-пюре в мультиварку. Пока варится наш универсальный суп-пюре, я хочу вам показать, как я делаю сухарики к этому супу. И не только к нему. Их можно еще использовать и к любому салату. И кушать просто так. Можно сделать из белого и из черного хлеба. И, конечно, в отличие от сухариков из магазина, вы будете знать, что там нет ничего вредного. Итак, мы берем батон или хлеб, режем на квадратики. Вы можете порезать и длинными кусочками, как вам больше нравится. После этого нужно посолить. Я солю своей любимой солью с чесноком и зеленью. Добавляем любую травку. Я добавляю укропчик. Столько, сколько вам нравится. Больше, меньше. Сухой чеснок. И сладкую паприку для цвета. Форма должна быть для духовки. То есть противень или сковорода, как у меня. И теперь я беру оливковое масло. Поливаю булочку. И все перемешиваю. Все специи, которые вы будете добавлять, берите те, которые вы хотите. Вы можете сделать с любыми травками и с любыми специями. Можете сделать острые сухарики или нейтральные. Можете сделать их для деток. У меня очень внук любит кушать такие сухарики. Не только в супе, а просто так. А из черного хлеба очень хорошо подходят сухарики к пиву. Вы не покупаете в магазине с неизвестными добавками, а делаете очень быстро, просто дома. Теперь мы ставим нашу булочку запекаться в духовку. При температуре 175 градусов, режим верхний или нижний нагрев или конвекция. В течение 10, может быть, 7 минут они будут готовы. Наша задача не отходить от плиты ни на минуту. Сухарики очень быстро начинают подгорать. Поэтому через каждую минуту-две вы должны открывать духовку и их перемешивать обязательно. Чтобы они у вас сверху не сгорели. И вы получите замечательные хрустящие домашние сухарики. Домашние сухарики готовы. Они у меня простояли в духовке 12 минут. Каждая хозяйка знает свою духовку. И, естественно, у каждой из нас будет свое время приготовления. Они получились хрустящие, вкусные и ароматные. Так что, дорогие друзья, пользуйтесь этим рецептом и делайте сухарики дома. Суп-пюре готов. Прошел час. Мультиварка выключилась. И сейчас прямо в чаше я буду измельчать обычным погружным блендером наш суп. Суп я измельчила. Теперь добавляю сливки и перемешиваю. Я уже попробовала на соль. Если соли вам покажется мало, вы можете всегда досолить. Ну вот и наш суп готов. Подавать я его буду с сухариками домашними и сметанкой. Универсальный суп-пюре готов. Я его делала из кабачка. А вы попробуйте из любых других овощей. И у вас обязательно все получится. Он получается очень вкусный, нежный и аппетитный. А я со всеми прощаюсь, дорогие друзья. И желаю всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok